МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире вновь программа Квадратные метры и ее ведущий Владимир Сергеяков. Здравствуйте! В этой программе совет да контроль. Как с помощью совета дома грамотно управлять общим имуществом и почему он необходим, особенно в новостройках? Насильно мил не будешь. Как сменить управляющую компанию, если не устраивает ее работа? А теперь обо всем подробнее. Совет дома – общественный орган управления, который уполномочен от лица собственников решать вопросы по управлению общим имуществом. Он создается для защиты прав и интересов жителей. Как с его помощью установить контроль над управляющей организацией и почему он необходим, особенно в новостройках, расскажем на конкретном примере. Ради красивого вида из окон Евгений Альков купил квартиру в новострое на 25-м этаже. Но как только приступил к ремонту, отчасти не осталось и следа. Все строительные материалы пришлось поднимать по лестнице. Хотя в доме на улице Леонова проектом предусмотрено 4 лифта. 1000-килограммовый, он работал с первого дня с перебоями, то есть о котором я говорил, что болтало кабину. 630-й лифт никогда не работал ни дня, вот от слова совсем. Пассажирские лифты были позднее запущены, то есть они работают в принципе, ну можно сказать, без перебоев, но за исключением вот этого лифта, который периодически болтает. По закону за качество инженерных систем застройщик несет гарантийные обязательства в течение трех лет, а за качество конструктивных – в течение пяти. Зачастую новоселы погружены в свои дела и эти цифры упускают из вида. В итоге гарантийные сроки выходят и устранять недоделки застройщика им уже приходится за свой счет. Чтобы избежать такой ситуации, специалисты советуют как можно раньше избрать совет дома, который будет взаимодействовать со всеми собственниками, управляющей компанией и застройщиком. Он понимает дом, который в свое время приняла комиссия государственная. Насколько тщательно она проделала эту работу, это вы как раз и перепроверите. Буквально все нужно пройти внимательно, причем привлечь какого-то специалиста из управляющей компании, составить акт, обойти весь дом, все проверить, насколько это все правильно сделано, поднять все документы и сверить, что то, что построено, соответствует проектным решениям, найти все недочеты и их устранить. То есть предъявить претензии, чтобы это все было устранено в рамках гарантийного срока. К осмотру лучше привлечь экспертов. Их заключения пригодятся в суде. В последующем осмотр дома совместно с управляющей компанией желательно проводить два раза в год. И ряд внезапно возникших сюрпризов вы опять же сможете устранить за счет застройщика. Весь этот процесс Виталию пришлось пройти самому. Через год после сдачи дома на ступеньках крыльца новостроя на Сочинской начала лопаться плитка. В течение пяти лет, когда дом оседал, усаживался, он просто, как говорится, отрывался от земли. Здесь была трещина. Мы просто писали претензию о том, что здесь разрушена плитка. И, собственно говоря, в этом плане никакого отказа не было. Ее в два раза поменяли. В рамках гарантийных обязательств застройщик отремонтировал и цементно-бетонную стяжку на подъездных козырьках. Правда, униплекс не был предусмотрен проектом, поэтому собственники его уже постелили за свой счет. Была цементно-бетонная стяжка, и она, следственно, разрушалась, потому что вода, и не было водоталкивающего покрытия. Соответственно, здесь пришлось все это вскрыть, убрать слой разрушенный и сделать вот это покрытие. Большое внимание совет дома уделил и придомовой территории. Наличию машиномест, лестниц, тротуаров, бордюр. Не упустили из вида и озеленение. Изучили проект благоустройства территории и в прямом смысле считали машиноместа, сверяли каждый куст и измеряли площади газонов. И так рекомендуется делать всем. У новоселов есть всего 5 лет гарантии после сдачи дома, чтобы стребовать у застройщика все, что внесено в проекты, а значит и заложено в стоимость квартир. Проекты благоустройств можно найти на сайтах застройщиков или на сайте наш.дом.рф. Если проекта нет в открытом доступе, его можно письменно запросить у застройщика. Может быть, застройщик что-то забыл сделать, упустил из виду или сдавал дом, допустим, осенью, а весной не вышел на озеленение. Необходимо обратиться к нему, чтобы он это все доделал, как это предполагалось изначально. По-хорошему все разбирательства с застройщиком, в том числе судебные, по просьбе совета дома должна вести управляющая компания. Но если вы в ней не уверены, взаимодействуйте с застройщиком сами и только в письменной форме. Ну и параллельно подыскивайте новую управляющую, как это сделали на Сочинской. К моменту смены управляющей компании дом был уже полностью заселен. Это значительно облегчило ситуацию, поскольку застройщик был практически лишен права голоса. На четвертом году мы ее сменили решением совета дома. В общем-то, это можно сделать по жительному кодексу, просто потому, что вам захотелось ее поменять. Но лучше, на самом деле, конечно, актировать, составлять акты о ненадлежащем исполнении условий договора. То есть, если что-то делается не так, вы, пожалуйста, все ходы, как говорится, записывайте, чтобы потом, ставя вопрос на голосование о том, что у меня идет управляющая компания, не просто так по зову сердца, а потому что вас она не устроила. А почему вас не устроила? Потому что у вас есть вот такая пачка бумаг, о том, что она работала плохо, не вовремя исполнялась обязательства по заявкам. И тогда у государственной жительной инспекции не возникнет вопросов о том, что ваше решение обосновано. Закон обязывает орган местного самоуправления в случае отсутствия в течение года у новостроя совета дома в трехмесячный срок созвать общее собрание собственников, на котором будет избран совет и председатель дома. Но пока подобной практики во Владивостоке нет. Да и чем быстрее люди поймут, что граница их ответственности не оканчивается квартирой, тем ухоженнее будет дом, а жизнь в нем комфортнее. Смена управляющей компании до сих пор остается одной из волнующих тем. Если вы недовольны работой своей компании, меняйте. Как это сделать, расскажем далее. У вас появились веские причины для смены управляющей организации. Это может быть расторжение договора по соглашению сторон, окончание срока действия договора управления, лишение компании лицензии, нарушение управляющей компании пунктов договора. Или вы вообще решили сменить способ управления домом. Обсудите причины смены со всеми собственниками дома. Если большинство согласно сменить, приступайте к сбору информации об управляющих компаниях населенного пункта. Во время анализа обратите внимание, в каких судебных разбирательствах замешана та или иная компания, как часто меняет штат, сколько имеет дочерних компаний, есть ли собственное оборудование для оказания услуг и в целом, насколько ответственно исполняет свои обязательства. Когда вы поймете, какая из управляющих компаний лучшая, договоритесь с ее руководством о встрече. Так из первых уст получите ответы на все интересующие вас вопросы и сможете обсудить содержание будущего договора. Если выбранная управляющая компания согласна заключить с вами договор, оповестите всех собственников о предстоящем собрании. Кворум считается достигнутым, если на собрание пришли владельцы более 50% квадратных метров жилья многоквартирного дома. Решение считается принятым, если «за» проголосовало более половины присутствующих. Принятое решение необходимо зафиксировать в протоколе собрания. После подписания договора с новой управляющей компанией в течение пяти рабочих дней отправьте уведомления о смене компании в действующую управляющую компанию и Государственную жилищную инспекцию. В уведомлении сообщите о принятом на собрании решении, укажите новую управляющую компанию, ее адрес и адрес дома. Государственная жилищная инспекция внесет изменения в реестр лицензий с первого числа месяца, следующего за днем принятия решений ГЖИ. После этого новая управляющая компания начнет предоставлять услуги вашему дому. Устраивает ли работа вашей управляющей компании? Меня устраивает. У нас очень хороший, у нас в доме хороший товарищ, который руководит всем этим делом. У нас хорошие детские площадки. У нас два дома смежных и две детские шикарные площадки. Мы сами деревья садим, ухаживаем за домом. И ремонт у нас, и крыша, все в порядке. Новострой, немножко много проблем, ремонты, вот, всякое разное. Но, в принципе, очень все доброжелательно и чудесно. Да устраивает, в принципе, я так как бы здесь редко бываю. В основном по моим. Ну а так вообще, да. А чем устраивает? Что нравится? Да, вы знаете, я как-то не вникал в эти вопросы. То есть, если управляющая компания, если жизнь незаметная, там беспроблемная, значит, она нормально работает. Очень не устраивает управляющая компания нашего дома, могу даже сказать, какая не устраивает, тем, что практически ничего не делают. Иногда быстро работают, отвечают на заявки. Иногда там на три дня, иногда на неделю. Где-то дворники плохо убирают. Вроде и говоришь, им они не убирают. Ну, в подъезде тоже бывает. Вроде чисто, вроде и не всегда порядок. Мне все устраивает. Хотелось бы, чтобы они лучше работали. Вот. И принимали какие-то меры. Ну, по крайней мере, хоть мусор сейчас вывозится вовремя. Почти 30 управляющим компаниям Приморья отказано в продлении лицензий на обслуживание 430 домов. Таковы итоги проверок на соответствии лицензионным требованиям, которые провела Государственная жилищная инспекция Приморского края. Навести порядок в обслуживании домов поручил губернатор Приморья Олег Кожемяка. По словам главы региона, в правительство поступает много обращений от жителей на ненадлежащую работу управляющих компаний. Задача власти – навести порядок в этом сегменте ЖКХ, чтобы обслуживающие организации понимали ответственность перед людьми и на рынке были те компании, которые способны выполнять данную работу качественно. Основными причинами отказа были нарушения таких лицензионных требований, как неразмещение информации о деятельности управляющей компании в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, отсутствие квалификационного аттестата у руководителя управляющей компании, что является подтверждением того, насколько он квалифицирован и соответствует требованиям занимаемой должности и так далее. И наиболее часто встречающееся нарушение – это задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. По Владивостоку таких организаций оказалось 7, в их управлении находится более 100 домов, и сейчас собственники должны принять решение о смене управляющей организации. Но либо если собственники сами не примут такое решение, то уже орган местного самоуправления будет проводить конкурс для того, чтобы назначить управляющую компанию. Наталья Федоровна из Уссурийска задает вопрос. Живу в высотке. Буквально в нескольких метрах от дома построили спортивную площадку. Утомляет стук мяча с самого утра и до поздней ночи. Как урегулировать эту проблему? Адресуем вопрос специалисту. Данная ситуация регламентируется законом Приморского края о соблюдении порядка и тишины гражданами Приморского края и города Владивостока в том числе. Режим тишины в будние дни с 22 до 9 часов и с 10 до 15 часов. В праздничные и выходные дни с 23 до 10 часов и также с 13 до 15 часов. Это что касается соблюдения тишины. Если мы возьмем вопрос по ремонтно-строительным работам, то те же самые правила, только с 21 до 9 часов это в будние дни и с 21 до 10 часов это в праздничные и выходные дни. И также с 13 до 15 часов это соблюдение режима тишины. В случае, если соблюдение режима тишины не соблюдается какими-либо гражданами, можно обратиться в любой орган правоохранительного. В любой правоохранительный орган, отдел полиции, а также в Роспотребнадзор. Нарушение режима тишины регламентируется административным кодексом, где штраф накладывается от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Есть собственник этой сетки, или это управляющая компания, или какой-то другой владелец, который должен контролировать соблюдение того расписания, которое было установлено. Что касается самой площадки, законности и незаконности, это уже отдельный вопрос, на который могут ответить уже администрация города Владивостока или прокуратура. На этом наш выпуск завершен. Его сюжеты вы найдете на сайте otvprim.tv. Присылайте ваши сообщения на наш номер ватсап 8 900 444 44 25. А я на этом прощаюсь. Всего доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин